добрый день вы на канале модные практики с нами сегодня сусанна здравствуйте сусанна это вы наверное видели в инстаграме моя подружка медсестра также может быть кто-то не знает это дочка нашей любимой всеми светлана александровны я знаю что вы очень любите медиков например мою подружку а не уже два года вспоминают негативными комментариями ну мы решили немножко подкинуть хейтерам очередного нашего медика шучу конечно сусанна медсестра по образованию очень хорошо шарит во всех медицинских вопросах но и в нарядах тоже шарит потому что мама чудесный мастер и наконец-то светлана александровна как она сказала реабилитировалась как мать и сшила красивые наряды своей любимой ненаглядной доченьки на мероприятие торжественное но мы и бывает если у нас гости ты можешь сама рассказать что-нибудь про свой наряд может быть что ты хотела получилось ли у твоей мамы воплотить идею идею и все-таки тянут или не тянут проймы на самом деле я всегда беспокоюсь о том чтобы у меня не тянула пройма а мама их делает всегда мне узкими и маленькие прям вот под самые под самые и у нас всегда ссоры я говорю мам ну пожалуйста сделай мне маленькую большую побольше вырежем не побольше пройму единственное слово которое я знаю это пройма вот платье предполагалось что здесь будут манжеты оранжевого цвета ярко ярко оранжевого из шелка но когда мы сделали оранжевые манжеты мы поняли что они сюда не подходят вот и приложили ткань которая у нас была и поменяли ее заменили на вот этот цвет под цветочки и решили что это очень красиво как мы говорим нашим заказчикам это очень красиво вы полюбите это платье я думаю сусанна тоже очень полюбит это платье сейчас устава на каблуках но мы вам покажем как это платье смотрится на обуви без каблуков ведь когда пойдут пляски тогда уже будет не до каблуков и у сусанны будет собой обувь удобная классная стильная в которую можно будет переобуться и продолжить весело вечер предлагаю для начала сусанне покрутиться очень красиво 2 пока волосы может на одну сторону то сделать чтобы было видно очень красивое платье из шифона шифон органза не знаю как шифон за это шифло это шифон он такой знаете шелковистый приятный очень такой к телу очень приятный такая матовая благородная такая поверхность у него не дешевый блеск и не такая матовость тоже дешевая когда как будто бы не хватило шелка ткань стопроцентный шелк смотрите полупрозрачная ткань тоже очень красиво не сильно просвечивается но вот видите все равно такой эффект воздушности за счет того что там где рука немножко как бы есть рукава здесь все равно воздух все равно вот здесь вот воздух воздушное пространство смотрите задняя часть рукава у нас немножко более пышная чем передняя скоро выйдет мастер-класс таким рукавом светлана александровна поделится секретами платье отрезное юбка по косой это солнце да да это солнце виде сусанна все контролирует солнце вот здесь нам не хватило пуговиц но сегодня мы докупим и пришьем пуговицы поэтому сюда вы не смотрите но кто любит разрезы вполне вероятно что пуговицы может заканчиваться здесь и дальше можно либо пришить либо даже закончить без петелек но сусанна у нас девушка скромно поэтому пуговички должны быть до конца как ирина микро что если что помните как ирина михайловна любит говорить что там где надо прилично а если что пару пуговиц могут случайно и расстегнут да 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 это про меня здесь у нас воротничок со стоечкой как классический рубашечный бантик абсолютно отдельно пришит и его конечно лучше всех у нас в ателье завязывает светлана александровна просто как дополнительный декоративный элемент в принципе сюда может бантик быть любого цвета в цвет платья и зеленый и красный какой-нибудь фиолетовый но так как уже здесь добавлен дополнительный цвет то соответственно уже решили бантик делать из этой же ткани обратите внимание какой красивый пояс здесь пряжка обтянутая тканью сразу вам отвечу на ваши вопросы сейчас не стоит мучиться и обтягивать пряжки самим есть прекрасные места где там за небольшие деньги тебе все обтянут аппаратом все сделают поэтому те времена когда мы раньше сами обтягивали пряжки слава богу закончились особенно в больших городах пояс заканчивается слегка вот видите под углом угол чтобы не было грубости давай внутренняя внутренняя подкладочка конечно платье полностью на подкладке кроме рукавов на столе я вам более подробно покажу как она сделана смотрите какой какой красивый московский шов конечно все выполнено идеально с любовью к своей любимой дочке также здесь воздушные петельки повернись сусанчик сейчас покажу вот так видите воздушные петельки которые делали вручную из ниточек и сейчас еще раз пройдем по силуэту по модели по основным так сказать узлам воротник классический рубашечный можно так его назвать на стоечке здесь планочка планочка цельнокройная отстроченная со стороны изнанки видите мы уже такие неоднократно показывали талиевых вытачек нет потому что сусаня хотелось здесь добавить ткани что даже так не удалось чтобы чуть-чуть было свободней то свободнее на грудная вытачка у нас идет от бокового шва рукав он как бы и не спущен но и никак не завышен все-таки на сантиметрик видите как бы если бы он был прямо на своем месте он был бы вот здесь слегка слегка спущен рукав но прям вот видите очень красиво смотрится он верхней части сделан прямо по фу ну по форме проймы в нижней части он хорошо расширен то есть у него здесь есть свобода которая собирается на такой прекрасный манжетик обратите внимание на пуговички сваровски как шикарно смотрится и прежде чем просить сусану пойти показать платье в другом в другом образе немножко попрошу еще раз покрутиться я хочу посмотреть как это платье будет смотреться на танцплощадке те кто были на моей свадьбе наверное знают что сусанна очень любит танцевать очень это будет турецкая свадьба на которую я еду покрутись сусанна смотрите какая красота платье конечно сделано очень красиво со вкусом с любовью прежде чем тебя отпустить попрошу тебя надеть розовые туфли я просто фанат розового цвета поэтому если бы я тебя встретила на улице я бы в первую очередь обратила внимание на твои ярко-розовые туфли они сюда очень классно подходят выглядят стильно и главное тебе будет удобно танцевать да очень я планировала купить еще одну обувь чтобы мне было удобно мягко комфортно и был такой более повседневный стиль не торжественный а повседневный тогда можно себя чувствовать комфортно ты легко себя чувствуешь знаю тоже что у нас много подписчиков медиков врачей которые тоже шьют вместе с нами это очень здорово что мы у нас есть возможность наряжаться у всех на этом мы сусанну отпускаем и переходим за большой стол смотреть как же пошито это платье предлагаю рассмотреть это чудесное платье на столе хочу исправиться это синтетический шифон но очень хорошего и высокого качества потому что синтетика есть такая как я это говорю как размазня что-то такое непонятно а есть классного качества плюс в том в этом платье что она сделана из синтетики то что это всем доступно это первый момент а второй если это свадьба как поедет сусанна в другой город на свадьбу его в чемоданчик сложил или в пакетик такой вот обычный пакетик двумя ручками бумажный достал и практически его можно не утюжить поэтому это все плюсы этой ткани но просто я это платье не делая его сегодня честно говоря первый раз увидела поэтому не смогла сразу сориентироваться и в принципе даже и не вникала в эту тему но синтетические вещи я например считаю они идеально подходят для тех мероприятий где эту вещь нужно вести и когда ты приезжаешь куда-нибудь в гостиницу или в отель не факт что там есть профессиональное оборудование которым можно будет классно поутюжить эту вещь предлагаю вернуться к платью платье конечно она очень красивая очень яркие расцветки разные цветы и ну конечно в первую очередь это расцветка кидается в глаза потому что такой черный фон но черный такой тоже красивый благородный есть такой неприятный черный здесь очень приятная расцветка смотрите здесь вот и как не знаю даже как это похоже на нарциссы но наверное какие-то веточки у них есть название пионы я вижу вижу вот какие-то намеки на сирень на какие-то васильки колокольчики но здесь такая смесь цветов вот здесь вот прямо и розы смотрите проклевываются здесь вот острочка очень много разных моделей цветов здесь вот и тюльпанчики смотрите и конечно все это а тюльпанчики так сделаны как будто бы смотрите они из перышек видите как будто бы прям перышками перышками лепесточки смотрятся поэтому конечно уже получается картина только когда эта ткань а когда эту ткань еще сделали шикарно посадили на фигуру учили все пожелания заказчика слышали вы уже про манжеты печальную историю как начале сделали оранжевые хотели как лучше а потом сделали фиолетовый получилось как всегда не всегда что-то получается с первого раза в таких ситуациях тоже не стоит расстраиваться и сейчас традиционно от воротника до подгибки я вам все расскажу и покажу воротник у нас классический рубашечный на стоечке есть отдельные мини курсы если вы не умеете такие воротники делать то вы можете купить мини курс и сделать такой воротник либо курс рубашка там все разжевано и показано как это делать планочка цельнокройная видите верхней части цельнокройная вот она загибается на изнанку здесь пришивная думаю потому что ну потому что юбка по косой а планочка должна быть по прямой либо может быть так было по ткани что так нужно было здесь сделать такую планочку конечно в таких изделиях по косой такие планочки пришивные смотрятся очень хорошо потому что они всегда будут на своем месте много-много на планочке петелек пуговичек пуговички сегодня мы дошлем до конца нам не хватило потому что покупали мы заранее еще до конца не понимая сколько понадобится потому что добавились манжеты платье длинное и немножко не хватило но пуговицы очень дорогие лишними тоже не будешь покупать лишнее пуговица почти 500 рублей как бы ну нет такой возможности покупать и складывать их стол платье отрезное по талии как сказала светлана александровна хочется чтобы у сусаны в объем в районе талии что-то было поэтому вытачек талиевых нет вытачки талиевые они собираются на резиночку здесь кулисочка сшита и вставлена резиночка за счет этого получается красивый такой наплыв небольшой на линии талии верхней части нагрудная вытачка на своем месте уходит в боковой шов плечо она и не завышена и не занижена но слегка слегка увеличена вы видели на фигуре что плечо примерно заканчивается вот здесь и таким образом верхняя часть рукава она полностью полностью входит в пройму и низ рукава достаточно сильно расклешен как вот это вот все расклешали скоро будет отдельный мастер-класс и мы попросили светлану александровну с вами поделиться поэтому ждите если вы не не умеете делать так что когда вот здесь вот такое с намеком на боярскую красивую жизнь нижняя часть рукава такая более объемная а здесь более такая плавная то мы вам покажем как это сделать начнем красивую жизнь с пышного рукава рукав заканчивается разрезиком обработанным очень тонким московским швом вот что что а московские швы у нас все девочки шьют просто идеально манжетик проклеенный чем-то ну не чрезмерно жестким и вот это вот вся сборка собрана на манжетик манжетик по обхвату запястья примерно сделан закрытом виде юбка отрезная по косой солнце такие но модели конечно если вечернее платье то мне кажется одной из самых выигрышных вариантов это юбка по косой и сейчас еще вам покажу не смотрите как красиво вот сделан низ что планочка аккуратно доходит до конца очень аккуратно заработано со с внутренней стороны и от нее идет подкладочка подшита аккуратнейший московским швом и само платье тоже подшито московским швом также покажу вам поближе пряжку обтягивали ее на специальном оборудовании как я уже сказала на сусане что прошли те времена когда мы вручную обтягиваем такие вещи особенно в больших городах есть мастерские где очень недорого очень профессионально это делают поэтому зачем тратить свое время на то чтобы обтягивать пряжки пошли кусочек взяли нам обтянули пробили три колечка и пояс готов конечно есть такие люди которые любят все сами обтянуть можно но нам жалко своего времени наше время слишком дорогое чтобы сидеть и обтягивать пряжки своими руками так идеально пряжку обтянуть не получится этот света за кадром наблюдает чтоб я ничего лишнего не сказал и ничего не опусть не упустила в этом платье смотрите вначале они обтягивают вот эту вот верхнюю часть так как она сейчас лежит это нижняя но это верхняя и потом буду вдевают ее натяг вот это вот изнанку туда вот соединяют но короче все идеально видите вот просто идеальная фирменная пряжка но я решила не впадаться в подробности как они что это все обтягивают но я думаю в интернете много информации как они это делают аппарат этот достаточно дорогой поэтому в обычном ателье нет никакого смысла покупать отдельно такое оборудование и что самое интересное при всей этой красоте этого платья начинка подкладка у него не менее прекрасная чем внешняя часть во первых сусана очень относятся к претензии ко всему что докасается да и и тело поэтому подкладка здесь крепдышин из натурального шелка смотрите какая красота все что к телу шелк и здесь есть нюансы на нижнем платьем которые я сейчас вам покажу на подкладке это не нижнее платье начну с нижней части с юбки платье отрезное по талии и верхняя часть и нижняя прикреплены соединены вместе на линии талии здесь сшита кулиска сделана кулиска и туда где-то резиночка вот и вся нижняя часть она закреплена от конца планки с одной стороны и точно также вдоль планки с друг с ну слева и с правой стороны вдоль планки до самого конца две юбки соединены вместе и вот здесь уже начинается что черная чуть чуть выше чем основная ткань покрою черная нижнюю черная подкладка но нижняя часть юбки она полностью повторяет верхнюю здесь все понятно все очень аккуратно и сейчас я вам покажу самое интересное в этом платье именно в подкладке подкладка верхней части платья сделано в виде маечки такое платье майка и здесь вот такие кнопочки сейчас расскажу вам для чего это видите полностью имитация такой маечки вот я вот так вот даже подниму чтобы вы видели очень хорошо так делать тоже для того чтобы было удобно поутюжить эту вещь сняли кнопочки вот здесь вот все залезли аккуратно носиком утюга поутюжили с этой стороны тоже все аккуратно поутюжили соединили и платье у вас уже готова к выходу когда она все сши то получается очень грубые швы здесь где-то что-то может также подсесть подкладка все равно в процессе стирки может чуть-чуть подсесть если она чуть-чуть под сядет но будет отдельно платье не затянется и не испортится хотя конечно понятно мы декотируем ткани но какие-то миллиметры усадки в вещах где полностью покрыта подкладка верхом все равно это всегда риск что одна ткань под сядет куда-то потянется и платье будет испорчено и поутюжили прикрепляем обратно я уже тут запуталась куда прикреплять вот и платьишка готова верхняя часть платья у нас окантована сеточкой тоненькой практически здесь нет никаких грубых швов я сейчас попробую вот так показать видите насколько тонкая и аккуратная работа также смотрите маленькая кнопочка на планке именно на линии талии потому что очень хорошо когда здесь зафиксировано но нужно нужна ли петелька с пуговичкой именно в этом месте это вопрос поэтому чтобы не загрубить это место тоже маленькая потайная кнопочка надеюсь сегодняшнее видео вам очень понравилось большое спасибо сусани за то что она согласилась прийти сюда очень прошу пишите только положительные комментарии чтобы мы не боялись вам показывать людей когда показываем мы себя вы можете писать все что хотите и хотела вот еще напомнить что два года назад на моем канале модные практики мама мы с моей подружкой они врачом шили маски нас осудили что мы смеялись хотя у нас по просто было хорошее настроение этот человек сейчас круглосуточно лечат больных к видам и до сих пор мне приходят сообщения в личку что вот вы смеялись люди умирают я хочу спросить у сусанны какой медсестры она уже больше пяти лет работает в этой области что ты можешь сказать на эту тему я хочу сказать что положительные эмоции это очень важно в профессии медицинского работника и нам необходимо улыбаться потому что наша профессия она подразумевает под собой мы не можем улыбаться просто ходить и в костюмах и улыбаться мы не можем но мы знаем все что улыбка лечит поэтому спасибо оли за то что я могу сюда приходить и здесь улыбаться это очень здорово это классно что у меня есть такая подруга на этом мы с вами прощаемся вы были на канале модные практики с вами была я паук что ольга сусанна и вся наша большая команда подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока пока